Привет-привет! Так я быстро подсоединился в эфир, я что-то даже не ожидал. Хочешь немножко больше времени? Нет-нет-нет, я просто как-то нажал и сразу же попал в эфир. Я даже как-то так, ничего себе. Очень оперативно. Я, прошу прощения, приготовила себе за кадром вопросы. Наверняка, как матерый преподаватель, ты мне можешь сделать пару замечаний по поводу того, что нужно подготовиться было, Майя. Вообще, кстати, ты же меня знаешь. Я вообще не из этих людей, которые будут чего-то ругать. Да, и хочу начать именно с этого, потому что первый класс, самый первый урок, на который я пришла, я опоздала на него. Хотела немножко поделиться с ребятами, которые, допустим, у тебя еще не были на твоих уроках. То есть, я опаздываю минут на 20, я тебе написала, и ты говоришь, ничего страшного, приходи. Я прихожу, я смотрю, человек 10-15 лежат в тишине в темноте на полу, и они просто расслабляются. В темноте? В темноте, да. По-моему, ты выключил свет. И это было, да, по-моему, это была осень. Вот. И я такая думаю, вау, что происходит. Что за секта? Ну, думаю, ну, интересно. И ты мне показываешь. Ложись. Тихо. Ложись. Да, потому что ты пропустила самое начало. Ты пропустила самое начало. Как раз в начале я рассказываю весь путь, да, чем будем заниматься в течение класса. И как раз ты, видимо, пропустила все самое начало. И попала сразу же на релаксацию. А релаксация – это как раз одно, я не знаю, поговорим сегодня, будешь спрашивать про это или нет. Да, точно. Релаксация – это одно из самых таких важных упражнений в актерском мастерстве для того, чтобы вообще начать управлять, вообще чувствовать себя, чтобы управлять своим волнением, вниманием, вообще, в принципе, сфокусироваться, чтобы начать работать. Потому что это самое ценное. Обычно люди приходят за тем, чтобы научиться не волноваться, научиться быть уверенным в себе. И вот как раз с этого все и начинается. Поэтому, казалось бы, да, расслабиться мы все умеем. То есть мы супер все расслабленные. И кажется, ну что уж, вот уж чего-чего, а расслабляться я умею. И вот на этом мы все сразу же спотыкаемся. Обычно показывает практика, что расслабляться мы как раз не умеем. Как раз самая большая проблема у нас начинается в том, когда мы остаемся наедине с самим собой. И как раз вот там огромная работа. Поэтому, да, ты вот попала. Кстати, ну и что ты подумала в этот момент? Вообще я очень открытый человек. Я такой, я люблю экспериментировать, я люблю что-то новенькое. Поэтому для меня это было вау, классно. Но я вижу, что ребята все очень такие приятные. Они все лежат на полу, все расслабляются, релаксируют. Я прихожу, ложусь. И, по-моему, музыка была очень такая приятная. То есть я ее слушаю, мне классно. И только я поняла, что я релаксирую. И только я привыкла к этому как бы расслабленному состоянию. И ты говоришь, теперь, не открывая глаза, мы поднимаемся и начинаем ощущать поверхности. Вот в этот момент я почувствовала, что это как бы выход из зоны комфорта какой-то для меня был. Но почему-то у меня складывалось такое впечатление до прихода на урок к тебе, что мы будем разбирать какие-то диалоги, мы будем говорить, быть или не быть. Вот в чем вопрос. Преувеличен терраторальным таким языком. Но это совсем о другом было. И я уже говорила с девочкой. Так интересно, что я сговорилась с моей подругой сразу после урока. Маша, которая живет в Милане. И она как раз говорила о том, что мне нужно пойти на уроки актерского мастерства, что это важно. И я вышла, я помню... Потому что твои уроки длятся очень долго. То есть это не час, и ты убирала. Два-три часа, да. Да. И я вышла, я помню, что я сказала, что... Вот у меня ощущение, что я реально поработала. Я не знаю, что я сделала, но это прям какая-то работа была. Прикольно. Прикольно слышать твои как раз взгляд со стороны. Потому что наверняка даже сейчас и мне интересно, во-первых, ребята, которые слушают тебя, а сейчас нас, собственно, выключились, тоже, наверное, вырваны из контекста, наверное, звучит очень crazy. На самом деле все очень... Очень такое, все человеческое. Очень все. Потому что, конечно, ну какой, блин, ну какой быть или не быть, если ты приходишь заниматься, да? Быть или не быть, это когда... Хорошо бы ты, когда уже артист профессиональный, и тогда уже можно разбирать текст. А тогда... Это, кстати, такой стереотип, очень частое мышление, да, что ребята, когда приходят на актерское мастерство, они думают, что сейчас будут сцены, что-то, наверное, играть, какие-то сценки, да? А оказывается, что все наоборот, все такое очень обращенное в тебя вовнутрь, к себе. Очень много вопросов ты должна себе задать, да, перед тем, как вообще начать что-то доставать изнутри. Поэтому это интересно, интересно. Ну поговорим сегодня про это. Да, вот давай как раз вот начнем с того, почему так важно актерам научиться управлять своими эмоциями, ощущениями, состояниями. Даже не настолько управлять, сколько замечать их, видеть, быть в контакте с ними. Слушай, ну, мне кажется, что это, во-первых, не актерам надо, а вообще нам бы всем хорошо, да? То есть как бы любому человеку хорошо бы быть в контакте с самим собой, знать себя, понимать себя, управлять своими эмоциями, научиться не волноваться, когда можно не волноваться, или научиться себя подстегивать, или там фокусироваться в тот момент, когда тебе нужно быть сфокусированным. Это такие очень хорошие человеческие вещи. А актерам это надо, ну, просто потому что это профессия. Актерская профессия — это все-таки, в первую очередь, крафт, да, какое-то ремесло, благодаря которому как бы вы там все и зрители, да, получают, не знаю, могут смотреть фильмы, сериалы, спектакли и прочее. Это же все же не по-настоящему. Мы же по-большому счету обманываем вас, да? То есть как бы это же все не по-настоящему. Ты когда смотришь сериал, ты же понимаешь, что это актеры? Это же не настоящая вся история. Да, кстати, мне кажется, у меня прям разрыв шаблонов был, потому что я уехала довольно давно из России. И вот те вещи, в которых ты снимался, я не особо застала, потому что, ну, меня просто там не было. Но потом, я помню, я сначала сходила к тебе на урок, потому что мне порекомендовала девочка, а потом я уже тебя загуглила, и потом я уже посмотрела то, что ты играешь. Я не ожидала, насколько ты абсолютно другой был. И в то же время, вроде бы, ты, ну, то, что ты играл, это такой прям диаметрально противоположный персонаж был от того, кого я встретила. Я такая, вот это да. Слушай, да, ну, как бы, ты знаешь, когда ты с этим с детства, и как бы ты понимаешь, ради чего ты приходишь в профессию, то, да, окей. Ну, то есть как бы ты это воспринимаешь как данность, как должное. Я считаю, что так и должна, так и должна работать профессия, но никак по-другому не должна работать. Понимаешь? Извиняюсь, а еще я посмотрела очень много твоих интервью перед тем, как, то есть до того, как я начала готовиться к нашему сегодняшнему разговору, и ты говоришь о том, что очень важно быть аутентичным, честность вот эта вот очень, она важна, и ты еще говорила о том, что отличаются школы российская, американская, то, как здесь происходит все раз, два, три, четыре, пять, и как бы тебя отобрали, не отобрали. То есть ты играешь, не играешь, и все, что они хотят от тебя, это вот то, другое, третье. И, как я понимаю, самая большая суть подхода американского именно в том, что насколько ты лично, как личность, кто ты как личность, и хотят ли они тебя, а потом уже, то есть роль вторична получается. Да, абсолютно так же, как в жизни. Абсолютно так же, как в жизни, вообще ничем не отличается. Ты хочешь аутентичных друзей, ты хочешь индивидуальности в своей, не знаю, когда ты выбираешь любимого человека, ты хочешь какого-то индивидуального человека со своим взглядом. Это абсолютно все так же, как в жизни, и бизнес, на самом деле, актерский, он ничем не отличается. Тебе, безусловно, нужно просто представлять из себя что-то, я не знаю, пусть это будет, как бы, многие, знаешь, себе советуют, как бы, такой путь стандартный, актерский, начинающий. Я вот хочу быть похожим на это, я хочу быть как этот, я хочу как этот, но это хорошо. Но до того момента пока, все-таки индивидуальность самое главное, все равно тебя будут брать за твой индивидуальный, все равно ты не такой. Как бы ты не хотел быть как Брэд Питт, ты не Брэд Питт, ты Вася Ленов. Ну, нет, ну, это правда, я имею в виду, что у каждого свое, у каждого свой абсолютно путь, у каждого абсолютно свое какое-то предназначение. И круто, когда вот эта твоя индивидуальность совпадает с желанием рынка, да, потому что вот есть такая типажность, да, есть все-таки, все-таки снимается что-то, как бы, и ищут определенных героев. И хорошо, когда ты попадаешь под это, хорошо, когда ты включаешься в эту обойму. Да, ну, вообще, самое главное, ну, конечно, а как еще? А кому хочется смотреть еще на одного похожего одинакового артиста? Всем хочется посмотреть на нового, чтобы потом кто-то сказал, о, я хочу вот быть как Вася, да? Потому что Брэд Питт, он же не говорил себе, я хочу быть похожим на кого-то, а стал Брэдом Питтом. Ну, как бы, понимаешь, да, логику? То есть, конечно, аутентика, конечно. Конечно, мы хотим приходить, ну, я опять же говорю, так же, как в жизни. Мы хотим приходить в кино, и мы хотим видеть новый фильм. Мы же не хотим видеть снова еще один такой же старый, который мы посмотрели и заплатили на прошлой неделе. Если это ремейк. Конечно. Мы слушаем музыку, и мы хотим от нашего любимого певца новую песню. Мы же не хотим старую, обработанную, да, но старую. Мы хотим новую. И вот так всегда. Мы хотим нового, нового, нового. Поэтому, соответственно, эта индивидуальность, так и построено все. Вот если возвращаться опять к теме индивидуальности и к теме твоих уроков, я помню, что у тебя уроки, они постоянно, ну, как бы разные, и они делятся для себя. Я разделила их на такие три категории, то есть индивидуальные задания, дуэти, и потом групповые задания. То есть ты делаешь упор на одно, на второе, на третье. То есть в чем категорически, как бы, разница динамика, и на что ты делаешь упор, когда ты даешь эти задания? Ну, разницы никакой, это этапность. Сначала ты в своем круге внимания, да, ты занимаешься собой, как бы, грубо говоря, настраиваешься на класс, а потом ты пытаешься вытащить это внимание наружу и посмотреть на группу, да, и поработать в группе. И, соответственно, как бы это первый навык взаимодействия, который нам нужен, да, так же, как в жизни снова. Да, мы взаимодействуем, актинг вообще это про взаимодействие. А когда ты уже в парах дуэти, да, когда ты уже работаешь с определенным каким-то партнером, это чистое партнерство. Вот этот путь от себя к партнеру, вот это и прослеживается. А классы, да, они всегда разные. Я даже честно тебе могу сказать, что я сам порой не знаю, какой бы класс. То есть они рождаются здесь сейчас. Я всегда в начале класса, если бы ты тогда не опоздал на первый, ты бы тоже получила эту штуку. Я всегда спрашиваю, а зачем мы пришли? Ну, а какой смысл? Потому что ты понимаешь, да, как бы это же твой выбор, ты же могла дома остаться. А что ты пришла-то? Вот. И что ты хочешь получить? Если ты хочешь... Это, кстати, такая обманка, такой немножко жесткий вопрос, но это на самом деле чистый актинг. Я всегда спрашиваю, что ты хочешь. Да, потому что в актерском мастерстве это самое ценное, что ты хочешь. Потому что мы же все-таки не слова говорим, мы же все-таки произносим, мы добиваемся чего-то. Эктинг же, он как переводится, как действие. И поэтому мы всегда что-то хотим, мы всегда что-то добиваемся. Поэтому я и на своих актерских классах очень жестко спрашиваю в лоб, и говорю, что пришла? Чего хочешь? Чем хочешь заниматься, да. И ввиду того, как ответы строятся, я понимаю, зачем человек приходит. Кто-то приходит расслабляться, потому что в Нью-Йорке особенно это очень сложно. У нас был жесткий темпоритм в городе. Сейчас он, конечно, чуть-чуть меньше, но я чувствую, что он очень быстро возвращается. Кто-то приходит за тем, чтобы научиться выходить из зоны комфорта, потому что это сложно. Кто-то приходит за тем, чтобы познакомиться с кем-то, познакомиться с людьми. Это как ни странно. А сейчас мы живем в таком веке, в таком времени, что очень сложно познакомиться с кем-то, в плане того, что это и тебе тяжело, и вроде не принято, и вроде как-то уже все в Инстаграме, а вот такого живого общения нет. Кто-то приходит за живым общением, кстати, не знакомиться, а вот просто именно общаться. Вот это тоже очень важно. А кто-то приходит просто за эмоциями. Ну и, конечно же, приходят люди, профессионалы, я имею в виду, которые актеры, они приходят учиться, да? Потому что вот парадокс этих всех актерских занятий, что это кажется, что все про актерское мастерство, вообще на самом деле не про актерское мастерство, все про жизнь, про дружбу, про любовь, про взаимоотношения с родителями, про конфликты и умение общаться с самим собой, спрашивать себя, что ты любишь, что ты хочешь, умение чувствовать вообще жизнь, чувствовать пользу торганными чувств своими, про которые ты как раз тоже вначале начала говорить, да? Это одно из основных таких вещей, которые я очень обращаю на это внимание. Про ощущения, про то, чтобы ты умела чувствовать, чтобы ты, ладно того, умела, пользовалась этим в жизни, чтобы ты выходила на улицу и чувствовала, о, не просто бежала куда-то по пути, да, и по своим делам, а выходила и смотрела, о, небо голубое, какое красивое, да? Или там, ой, солнце светит, как хорошо, да? Или, ой, цвет зеленый, очень красивый, а вот этот цвет очень красивый, другой. А вот здесь пахнет вот этим, а ощущение другое. То есть вот эта полнота жизни, очень такая детская, вот она ценена. И на самом деле мы об этом катастрофической скорости забываем, мы перестаем вообще про это, этим пользоваться. Но это, опять же, парадокс жизни нашей, парадокс вот нашего времени. У нас все есть, мы хотим быть счастливыми, мы хотим быть здесь сейчас, мы вообще не пользуемся этим. Мы в телефоне, мы, там, не знаю, лучше нам не позвонить, а лучше написать, потому что так удобнее. И, ой, лучше нет, я не буду это делать, потому что это не... Ну, короче, мы перестаем пользоваться нашим, всем, чем у нас дано. Вот мои классы, наверное, еще настроены на то, чтобы нам всем показать, что у нас все есть. Все есть для того, чтобы чувствовать, любить, наслаждаться жизнью и уметь разговаривать с самим собой. Потому что это, в первую очередь, диалог с самим собой, это важно. Ну, кстати, это правда, потому что я помню, где-то вот к середине, наверное, урока, когда вот уже, вот лично я чувствовала, что я включилась, приходит такое вот ощущение awareness, я не знаю, как это сказать. То есть ты понимаешь, где ты находишься, где нет, как бы... Осознанность, осознанность. Да. Не чувствуешь вот эту вот оторванность там от реальности, как ты говоришь, в телефоне, где-то еще в своих мыслях. То есть ты полностью здесь и сейчас. Вот такое ощущение, где оно реально появляется. Это, кстати, очень интересно, потому что во время класса я же как бы... Ну, я преподав... Ты тут? А нет, все тут. Я же преподаватель, как бы у меня опыт же есть. Да, и я все, что говорю и делаю, это же все не просто так. Я сознательно же как бы создаю этот вакуум. Например, трехчасовой класс, который происходит он. Это же не просто так время выбрано, например, да, размер вот этого класса, потому что это тебя заставляет выскочить из твоей привычной жизни. То же даже инстаграм. Ты вспомни, когда ты последний раз три часа подряд не проверяла инстаграм, или три часа подряд была сфокусирована на себе, или три часа подряд спрашивала себя, вообще где я, что я, что... Тебя постоянно... Педагог постоянно тебя на это как бы провоцирует. Да, спрашивает, 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 вопросы, вопросы, вопросы. А где я? Что я? А, так, 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 так. Когда последний раз? Да никогда. Поэтому вот эти... За счет вот этих таких больших изоляционных... Изоляционного времени вот это как раз и результат тоже. Потому что это сложно, это выход из зоны комфорта. Нам проще спрятаться, проще как бы скрыться от этого. А очень-очень сложно расслабиться, опять же повторюсь, да, очень сложно. Просто через 10 минут многие люди просто не удерживают, они начинают шевелиться, тело само просто не привыкло. Оно не привыкло. Кстати, очень много упражнений вот именно телесно-ориентированных. Слушай, я просто... Много чего есть, да. Абсолютно как бы верю в том, что все в нашем теле есть. Все техники у нас есть, надо просто их доставать. А тело, это нам... Ну, просто нам дано. Мы можем все тело, мы можем, не знаю, показать, ну, и выразить, и почувствовать все через тело. Поэтому я считаю, что это очень-очень важно. Конечно, я использую все. У меня потрясающая как бы школа. И я закончил Щекинское училище. И это вообще такая синтетическая школа, да, в России, когда ты поешь, танцуешь, играешь. А потом я закончил Страсберг здесь, в Нью-Йорке, который был направлен только на сенсорную память и на память чувств, как работает эта вся штука. И плюс у меня колоссальный опыт преподавания. И какая-то новая методика, которую я вырабатываю каждый день. Даже ребята, которые... С которыми я занимаюсь онлайн, сейчас происходит... Ну, как бы ввиду пандемии мы ушли полностью онлайн. Вырабатываются сейчас технологии новые, которые я никогда не преподавал никому. И она новая. Она, кстати, очень классная. И мы делимся этим. То есть вот эти... Наши какие-то чаты внутренние, да, как классы строятся, как... Вот это процесс. Вот это самое ценное, я считаю, конечно. Ну, и путь... Извини, сейчас последний договорил. И путь, конечно, вот этого актерского, он очень такой непростой. Он может показаться вначале, что он вот так раз, два, три. А на самом деле, чем ты больше туда погружаешься, тем ты понимаешь, что там... О, там еще сколько далеко. Как еще туда еще? Плыть и плыть и плыть. Вот, да, извини, пожалуйста, я перебил тебя. Ничего, чего. А вот именно вот то, что плыть и плыть, и что там глубина реально есть, это чувствуется. И я не хотела ни в коем случае как бы умалять там вот роль вот этих всех упражнений. Я просто хотела, наоборот, подчеркнуть, что мой первый урок, например, опоздав уже, как-то присоединившись прям по ходу дела, вот я понимаю, что я в гуще чего-то окунулась. И я понимаю, что это не просто какие-то там задания на релаксацию, на внимание, на то, чтобы поймать там, грубо говоря, внимание, или там установить контакт с другим человеком. Мне напомнило то, что ты делаешь, фильм «Карате Кит». Ну, то есть... «Карате Кит». Не знаю, не знаю. «Карате Кит». Когда один японец обучал... Ну, это очень старый фильм в 80-х годах, по-моему, американский. Подросток хотел, по-моему, научиться карате, и он нашел себе учителя японца, который говорит, «Хорошо, хочешь карате научиться? Иди протри машину». Вот так вот. А теперь... Он такой, «Окей, а как это мне поможет в карате?» Он такой, «Ну, то есть не задавай вопросов, а теперь покрась забор». Вот так вот. И потом он, грубо говоря, научил его всяким техникам, которые он просто выучил методом вот именно повторения. И он сам не знал, что он делает, но в итоге получилось так, что он обучился этому. Да. Я очень поддерживаю это учителя. Я тоже никогда не рассказываю, зачем какие-то упражнения. Да, я... Никогда. У меня огромное количество ребят запросов, да, были там, что типа, вот, а можно рассказывать? Я считаю, ну, не надо. Не надо, потому что, а, во-первых, у нас не хватит времени, и у нас не хватит жизни, чтобы это все объяснить. А, во-вторых, проще надо делать. Эктинг — это практическая вещь. Надо делать. Надо делать, смотреть. Это очередной, да, как бы плюс, который меня прям поразил, что он настолько мало был теорий. Я почему-то ожидала, что мы будем о чем-то разговаривать, обсуждать. Нет, мы вот именно делали. Все три часа это было... Ну, да, потому что ты приходила на тренинг. Это класс воскресный, который в Нью-Йорке, и который вообще, в принципе, открыт для любого человека в любой момент. Я не ставлю там никаких ни уровней, ничего. Он открыт для любого человека, для тех, кто ходит там, не знаю, три года подряд, каждое воскресенье, и для тех, кто приходит в первый раз. Он абсолютно аутентичный, он абсолютно здесь, сейчас, и всем есть что делать. Все чувствуют себя в какой-то в одной тарелке. Вот на уровнях, на курсах, вот когда вот у меня уже есть курсы там из-за восьми недель, двенадцатинедельные, там, конечно, уже я рассказываю. Рассказываю, что, для чего. Но там, во-первых, очень последовательная система. Я знаю, что эти люди, которые, там, студенты мои, да, они, например, собрались на восемь, там, на двенадцать недель. Я знаю, что мы с ними каждую неделю в течение двенадцати недель. И у меня есть возможность сделать вот это, знаешь, так, по зернышку такое, вот эту дорожку выложить. А ввиду того, что тренинговые классы, опять же, вот повторюсь, да, они как бы дроп-ин, да, то это ты пришел, как бы у тебя есть время, ты пришла. У тебя нет времени, ты на три недели пропала. Ввиду того, что, как бы, люди приходят, уходят, у меня нет возможности там делать последовательность, поэтому мы делаем там тупо практику, и которая потом, да, в конце, если ты помнишь, класс, я всегда в конце разговариваю, у меня всегда есть блок рефлексей, я всегда прошу, чтобы люди достали свои мысли, поговорили с нами, да, поговорили со мной, поделились, что им было сложно, что им было легко, поделились какими-то инсайтами, потому что очень уникально работает наш мозг, он подкидывает очень много всяких классных идей во время, каких-то мыслей, и которые могут потом натолкнуть, и вот эта рефлексия, она, как бы, такая уже терапевтическая, потом, вот, например, на рефлексии я могу рассказать, вот это было для этого, вот это было для этого, да, там, вот здесь-то я вас обманул для чего-то, да, вот здесь и это, то есть, как бы, это же актинг, да, и, соответственно, конечно, я иногда обманываю, в хорошем смысле, ну, как бы, в хорошем смысле, Да, я заметила провокации какие-то, какие-то, на реакцию, на что-то, на какое-то... общество, вообще театр, что такое? Театр обман, да, мы обманываем. Просто другой вопрос, что можно обманывать ради, там, какого-то, какого-то профита, да, а можно обманывать ради, как в детстве, ради игры. Вот это игра, вот это игра, и, как бы, да, я обманываюсь, да, я обманываюсь, то, что это, ну, как в детстве, вот любую игру в детстве, вспомни, мы всегда обманывались каждый день, мы же не задавались вопросом, там, не знаю, в мячик играли, которые, там, Они говорили, о-о-о, типа там эта ракета летит, о-о-о, ну что не задавались, а почему мячик и ракета летит? Ну, потому что это игра, и в это верили. Вот это, кстати, очень классная тема, я постоянно провожу параллели с ней, вот с этим детским состоянием. Часто взрослые люди, особенно чем мы взрослее становимся, у меня не очень везет на разный возраст людей, потому что это прекрасно вообще, то есть как бы у нас есть вообще вот очень-очень-очень молодых ребят, которые, не знаю, там вот 15-14 лет до, не знаю, там 60 лет, и вот такой разброс, он очень классные результаты дает, потому что на самом деле все хотят быть детьми, и чем ты старше, тем ты больше хочешь быть ребенком и не позволяешь себе по определенным каким-то понятиям. И вот эти классы, это как раз когда ты можешь быть ребенком, это очень ценно, очень важно, потому что во время как раз детства мы очень свободны, как раз во время детства мы никогда не волновались, мы были очень свободны, нас вот поставь вот здесь, не знаю, петь там на стул, вот все стоют и не волнуются же, да, у них у кого депрессии от этого нет, вот сейчас взрослого человека попробуй поставь вот так за столом на табуретку и вот стихи прочитать, да никогда в жизни никто не прочитает. Почему, да, хороший вопрос. Вот, и это как раз возврат в детство определенный, почему еще эти классы и безумно, наверное, популярны, и на них как бы очень сложно записаться в воскресенье, да, хотя мы нигде не рекламируемся, у нас там Инстаграм-то появился вот год назад, и то из-за того, чтобы создать вот альбом ребят, чтобы можно было вообще вспомнить, чем мы вообще, чем занимались. Вот, а трудно попасть, и мы нигде не рекламируемся, и ребята приходят, это сарафан, и люди передают друг от друга, я вот, ты вот, ты вот сама сказала, да, что тебе искала подруга, и я никогда в жизни, например... Да, извиняюсь, причем я искала очень долго уроки актерского мастерства, все, что я находила, например, вот на территории Нью-Йорка, англоговорящих, потому что я даже не думала о том, что есть какие-то школы на русском языке, то есть все было какое-то очень поверхностное, там длилось час, грубо говоря, цена, я уже молчу о ней, и вот я просто каким-то непонятным способом узнала через Алену о твоих классах, вот, и, ну, правда, это вот что-то такое, о чем я даже не слышала, и я просто так обрадовалась, причем я очень давно искала, и это был подарок такой был, и пришла я к тебе в такой период в жизни моей, когда я была, например, наиболее зажата, наиболее вот такая, и просто это была такая какая-то, а-а-а, манна небесная. Приходи, приходи, в это воскресенье посмотрим на тебя, посмотрим, как разжалось, что, вот, хотя, ну, я шучу, конечно, да, потому что... Ну, челюсть еще зажата, скажем так, я вот так и со всех разговариваю. Ну, челюсть тогда тебе на Vocal Production надо идти. Vocal Production, а, о нем мы, кстати, тоже поговорим. Да. Давай сейчас о нем поговорим. Да, пожалуйста, конечно, у нас же нет плана никакого. Да, действительно, вот есть воскресные классы, потом у тебя есть такие продолжительные для, ну, скорее всего, людей, которые как-то хотят профессионально этим заниматься, есть Vocal Production, то есть рождение голоса. Рождение голоса, да. То есть чем вы занимаетесь, на что идет упор, и как бы люди, там только актеры, или у тебя есть... Нет, слушай, я вот по поводу актеров-не актеров, у меня вообще такого нет, да, многие ребята, многие спрашивают, да, и, как бы, приходят новые ребята, да, кто-то со мной сначала разговаривает, там, до класса, там, по скайпу, например, там, по какому-нибудь, да, сомневается, я просто постоянно слышу, да, вот я приду, я не знаю, там, актеры, я вот зажмусь. Вот ты вот была, была куча же актеров, наверняка 50% было актеров, когда ты была в группе. Ну, не зажалось же ничего, да? Они настолько, как бы, с тобой доброжелательные были, поэтому, ну, не с тобой, а со мной, например. И просто мы на равных... И со мной тоже. И мы как-то на равных все делали вместе, поэтому это было... Ну, вот и ответ, вот и ответ, потому что, ты понимаешь, все равно мы создаем атмосферу сами. Я на своей классу, например, это самое ценное, что есть атмосфера, я за нее очень борюсь, да, я, как бы, ее стараюсь создать, именно для этого, там, у меня музыки очень много, я вообще музыкальный, да, вот ввиду того, что я в зуме сейчас веду, я не могу эту музыку использовать. Вот, потому что, ну, как бы, ее тупо никак не включишь на том уровне, на котором хочется, чтобы ее мозг воспринимал. А вот на классе, на реально, включишь, и это очень здорово. Я всегда использую, у меня огромное количество, я всегда очень внимательно отношусь к выбору саундтреков, и вообще, как это будет, потому что я знаю, что музыка очень, вообще, очень двигает тебя, и помогает тебе в нужные моменты, вот, прям почувствовать то самое, то самое, вот эту правду, которая очень нужна. Стас, ты как шаман, прошу прощения, ты как шаман, как будто, ты как шаман какой-то подгадывал моменты, я помню, что так раз, и какая-то такая, та-та-та-та-та, такая саундтрековая музыка, либо такая легкая, и ты, как бы, как-то угадывал, как-то вот эту атмосферу создавал. Я не знаю, кто кого там фолловит, да, как бы, кто за кем следует, музыка за мной, или я за музыкой, потому что это, это абсолютно такой, как бы, процесс очень, как бы, живой. Опять же, все классы, они очень живые, они не повторяются, они не могут повториться, потому что я преследую самую ценную штуку, которую есть вообще в актинге, в актерском, это нельзя повторять, это должно быть, это должно рождаться здесь сейчас. Кстати, как раз к вопросу голоса, да, к vocal production, вот этому классу, я его начал преподавать онлайн, полностью курсом, вот так, потому что этого класса нет вообще в России. И вообще у меня была такая идея, во время пандемии я же преподавал же вот бесплатно, прям каждый день, там, на протяжении нескольких месяцев, там, около трех месяцев в Инстаграме, делал классы, и я делал все очень разное, да, и я решил, что я буду делать те классы, которые, например, невозможно получить нигде больше, как, например, в Штатах. И я начал делать классы, вот, acting, вот, мой актерский, да, который свой, свой авторский, я начал делать vocal production, этого класса нет в России, я начал делать криптоанализ, это тоже самое такое актерский, такой разбор анализ текста. Что касается vocal production, что такое вообще vocal production? Я вначале, всегда в начале класса это объясняю, что vocal production это не про вокал, это не про пение, это не про... Он просто борился. Да? Да, все отлично. А сейчас? Да, сейчас нормально. Супер, я... Сейчас еще раз. Останавливался на том, что vocal production это не про вокал. Вокал, да, да, да. Я вначале всегда всем рассказываю, что vocal production, несмотря на то, что он сбивает этим словом вокал, да, русских опять же, просто вокал, вокал на самом деле американцы не сбивает, это про голос больше, это про вообще про ощущение звукоизвлечения, про то, как мы говорим. То есть это класс не про то, как научиться петь, или не про то, как научиться говорить. Это класс про то, как научиться чувствовать голос, который у нас у каждого есть, конечно же, да. Мы рождены с голосом, мы рождены с возможностью говорить, издавать звуки. Вот как научиться чувствовать этот инструмент, а это, конечно же, инструмент, да, голосовые связки, дыхание, вообще все, весь вот этот наш инструмент голосовой. Как его научиться чувствовать, как научиться рождать звук, как научиться найти свое звучание, как научиться разговаривать своим голосом, как чувствовать в этот момент свободу, не уставать, да. И там много-много-много-много вытекающего отовсюду. То есть, если ты вокалом потом будешь заниматься, то это про то, как петь, например, свободно и не уставать. Если ты будешь говорить и будешь выступать паблик спикинг, как сделать так, чтобы голос тебе помогал, а не дрожал, например, и не пугал тебя в какие-то моменты. То есть, вот это такая, знаешь, как детский сад для голоса. Вот серьезно, такой elementary school, как в Америке, для голоса. Потому что, опять же, если ты пойдешь на любой курс по речи, тебе сейчас захочется, я хочу говорить четко, или ты пойдешь на вокал и скажешь, я захочу петь. Ты придешь, и первое, что ты получишь, это сразу же скиллы про то, как четко говорить, скороговорки, звукоизвлечения, как я это работаю с артикуляционным аппаратом. На вокале ты получишь сразу же гаммы, как петь, может быть, тебе даже дадут сразу что-то петь, но это будет не ошибка преподавателя. Это будет твоя ошибка, ввиду того, что если ты вообще хочешь сначала начинать, тебе надо начинать с того, как вообще, где голос, что такое голос. И потом уже включаем, на чем он строится, на дыхании, на ощущение свободы, на ощущение звука, вообще ощущение нашего голоса, потому что это очень тоже интересный момент. Многие же говорят, что я не могу свой голос слушать, например, в записи, или я, например, слушаю и не могу слушать свой голос. Почему? Тоже хороший вопрос. Заметьте, я задаю вопросы постоянно и не даю на них ответов специально, чтобы вы сами задумывались, потому что ответы такие же индивидуальные, какие мы все. У каждого будет свой ответ, у каждого будет свой ответ. А вот вопросы, они могут быть одинаковые. Они как раз пушат нас, двигают на то, чтобы мы задавались, задумывались. Вот, если вкратце, про что vocal production, да, то есть это про начало, про рождение звука. Когда мы актерского мастерства обучаем, у нас есть такой раздел, называется рождение слова. Да, это когда из тишины вдруг рождается первое слово. Вот как оно происходит, да, это сложный раздел такой, там, органическое молчание. Там много-много-много всяких слоев до этого. Вот как происходит рождение слова? Вот примерно такой же курс, только про ощущение звука, это vocal production. Как происходит? Почему мы не молчим? Почему вдруг мы... Мы могли же промолчать, да? Мы же всегда, у нас всегда есть возможность промолчать. Почему мы не молчим? Как? Как рождается звук? Вот это интересно. Да, это курс, да, это курс. Этот класс невозможно сделать по вот так, дроп-инт, пришел-ушел, пришел-ушел. Это курс, это то, чему надо уделять время, задумываться, узнавать, задавать вопросы. И вот в хорошем таком, знаешь, в тандеме с хорошим преподом это все проходить степ-бай-степ. Вот в России такого класса нет. И мне очень жаль. Вот. Некоторые педагоги по сценической речи используют этот раздел, да, как бы пытаются в него. Но ввиду того, что у нас есть методика, например, преподавания разной дисциплины и сценической речи, учебный план не подразумевает большого количества времени на то, чтобы уделять рождению голоса. А я считаю, что это очень важно. Я считаю, что то же самое, как в актерском мастерстве, очень важно сделать качественно все с самое начало, весь первый курс, чтобы потом можно было уже работать. Вот. То же самое с речью, тоже с голосом с вокалом. Да, ты прав. До того, как мы начинаем изговаривать, там целые процессы происходят. Мне это знакомо из музыкальной школы, на которой я заканчивала. И там действительно даже на вокале мы говорили о дыхании, о диафрагме, о том, как, допустим, воздух он поднимается, проходит через наши голосовые связки, ударяется, грубо говоря, об кубок, выходит и так далее. Резонирует, резонирует. Да. Да, часто как бы упор делается вот здесь, вот через горло пытаемся силы как-то. Но если дыхание правильно, если на самом деле голос сходит отсюда, из грудной клетки, и вот через резонанс ты поешь, то, во-первых, можно петь гораздо громче, ты удивишься. Потом гораздо легче, то есть ты не напрягаешь свою шею вообще никак практически, поэтому... И вот по поводу рождения слова. Я, по-моему, какие-то вот испытала на себе на втором, по-моему, на уроке, когда я пришла, просто вот какие-то малейшие намеки на изучение слова, когда вообще вот, опять же, у тебя есть индивидуальные, групповые и, как они называются, дуэти, парные задания. Парные задания для меня это самые трудные были. И я помню, что мы стояли с партнерами, два человека, смотрели друг на друга, и нам нужно было выдержать паузу и в какой-то момент сказать человеку просто «привет». Привет, да. Просто из какого-то там... оно должно было выйти из тебя. То есть ты не просто говоришь «привет», то есть это посыл. Дождаться, да, тебе надо дождаться, дождаться. Это как раз и есть рождение. К этому трудно. Очень, да, но несмотря на то, что, да, вот просто... Извини, меня отвлекли, пришло какое-то уведомление. Кто-то тоже хочет извлечь слово. Да-да-да, меня уже извлекли в Телеграме. Я просто про то, что вот эти все упражнения, которые мы делаем, они же очень простые. Да, вот даже сейчас ребята, которые нас слушают, могут подумать, вот что такого сложного сказать «привет». На самом деле сложно, да, вот про что ты говоришь, да, у тебя целый процесс там, да, находится в этот момент, когда ты ищешь этот момент. Вот это очень ценно. Ради вот этих, наверное, моментов весь класс устроится. Ради того, чтобы почувствовать, словить, а как так? Потому что все равно твой мозг же все равно в этот момент понимает, что ты обманываешься. Да. Это же не по-настоящему. Да, именно такой, да, диалог и происходит в голове. Да, потому что вот это интересно, да, получается, как проверить, а как, подожди, я сейчас, я этого человека не знаю, а мы придумали сейчас, что мы, например, знакомы, да, и вот мы не виделись давно, и вот сейчас привет вот этот. И в какой-то момент я вот, ты вот правильно говоришь, да, я говорю, дождись, дождись этого момента. Может быть, не дождешься, а может быть, дождешься и словишь что-то новенькое, удовольствие какое-то, и ты дожидаешься, оно возникает, этот привет, и ты ловишь это ощущение, такое, как будто свое тело тебя само себя обмануло. И вот это очень прикольный момент. Вот это на самом деле чистое акторское мастерство. Очень простое, очень такое, как бы, зыбкое, да, очень такое, вот оно, вот дуй ветерком, и все уйдет. Но вот из таких моментов и все, и цепляется. Если ты спросишь себя, что тебя цепляет в кино, например, да, или в театре, если ты любишь театры, там, ходишь часто, то и цепляет как раз вот этот момент настоящего момента, да, что это происходит, простые вещи здесь, сейчас, как человек смотрит, как он думает, как он задается каким-то, может быть, внутренним вопросом, ищет моменты, когда его спросить, спрашивает или не спрашивает. Вот за этим же интересно наблюдать. Это правда так, и один из моих любимых фильмов, Lost in Translation, София Коппола, и там вот очень мало вот этого вот грандиозности. Да, слов или экшена. Да, да, очень много недоговоренностей, как полувзгляд, полуслово, и вот очень много вот этого вот, о чём ты говоришь. Допустим, если, у меня почему-то аналогия с музыкой ближе, и Густав Малер, был такой композитор австрийский, он говорил, что музыка – это не ноты, это белое пространство между нотами. Мне кажется, то, о чём ты говоришь, это то же самое. Сто процентов. То есть вот эмоции, которые, то есть вне… У меня сейчас мурашки. Вот эти эмоции, которые, то есть между эмоциями, между словами, между там фразами, какими-то репликами, между жестами, взглядами, которые вот это вот настоящее, ты понимаешь. Вот очень близко к тому, что ты говоришь, вот то, как я понимаю. Ты очень круто понимаешь. Мне очень, кстати, это даже импонирует, потому что я, когда вот сейчас классы веду, и вот прям каждый день, каждый день классы, 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 я понимаю, что так с музыкой похоже. И так мне, конечно, помогает то, что вот есть вот это ощущение музыкальности внутри. Оно, конечно, такое ценное, потому что это сто процентов, да. Как вот между, как вот музыка, да. Вот можно же просто любую мелодию просто сыграть, да, автоматически, а можно историю же рассказать. Это все равно все стори-теллинг. Это все стори-теллинг, это все истории, все истории. И мне, конечно, может быть, я не знаю, может быть, кто-то со мной и не согласится, может быть, кому-то по душе экшен, да, или какая-то движуха. По мне, я больше вот, когда между людьми происходит что-то такое интимное, что-то такое честное, когда тебе кажется, что как будто ты подглядываешь. Вот когда ты подглядываешь за чьей-то жизнью, вот это интересно, вот это, вот это такой, знаешь, настоящий такой зрительский какой-то, наверное, экстаз в своем роде, да, из-за которым все и приходят, как бы подглядеть как у других, подглядеть как у других. А вот когда актеры или, например, в жизни просто начинают, даже, да, хорошая аналогия жизни, даже когда друзья начинают показывать, ой, вот посмотрите, как у меня здесь, а вот посмотрите, какая у меня вот здесь, а вот что я купила, сразу неинтересно. Сразу, ну, думаешь, окей, все, хорошо, ладно. А вот, а вот что у человека по-настоящему, а вот как он, как он переживает, а вот как он, какой он настоящий, вот это интересно. И мы все это ищем же, на самом деле, в партнерах наших. Я не обязательно про lovers, да, про любимых говорю, я про, про, даже про общение. Мы все ищем, мы же говорим, да, ой, вот мне показалось, что он неискренен, да, или мне, ой, там, по-моему, какое-то вранье, или там, ой, что-то нечестно. Мы же про это говорим. Мы же, да, мы говорим, ой, он прикидывается, он не такой, какой он есть на самом деле. То есть, получается, мы все равно внутри ищем вот этот момент, чтобы человек показал себя настоящим, показал себя честным, то есть, получается, у нас такой же запрос. Вот это классно, вот это все. И актинг, на самом деле, про это. А для чего еще я предлагаю прям и как бы советую людям заниматься им? Это как раз тем, чтобы помочь себе стать настоящим, потому что я знаю, огромное количество человек хотят быть настоящим и не знают как. Им просто не понимают. просто как, не чувствуют, не знают. И актерские классы – это, наверное, вот, наверное, та самая безопасная зона, вот такая safety zone, да, в которой ты можешь пробовать быть честным. Да, сначала открыться на 30 секунд. Да ладно 30, на 3. Сначала открыться на 3 секунды, попытаться, знаешь, разрешить потом себе закрыться, да, потому что это зона комфорта. Потом какой-то, а потом в какой-то момент ты придешь и так класс за классом, ты поймешь, что ты 3 часа уже можешь быть самим собой. Ты уже 3 часа можешь наслаждаться. А потом за 3 часа тебе покажется, что ты можешь попробовать это и на улицу вынести, да, и в общении с друзьями. А потом вообще стать таким жизнью. Это большой процесс, очень трудный. За один класс ничего не бывает. За один класс максимум, что ты можешь словить вот эти бложки, да, вот этого настоящего, которые такое... Ой, 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 а как, как? Знаешь, как просыпаешься после сна и какой-то сон, и не можешь его словить, и пытаешься его вспомнить, а он разлетается в этот момент. Вот такое же ощущение. Но это опыт. Занимай, 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 занимайся, ты все больше будешь, больше, 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 как бы. У меня ребята есть, которые, мне кажется, я вижу, сейчас даже смотрят нас кто-то. Ребят, напишите в комменты, если вы тут со мной и с нами вообще все. Вот. Напишите, кстати, про вот это ощущение, потому что кто-то пять месяцев занимается, да? Пять месяцев. Сколько мы сидим на пандемии? Пять месяцев. И вот это ощущение, оно тоже не сразу приходит, не сразу. И вот я сейчас смотрю, как ребята развиваются, да, как они делятся. Вот, Ксюша. Ксюша, давай поделись. Напиши нам коммент. Это очень интересно. Вот. Это тоже колоссальный труд. И, опять же, парадокс в том, что нам кажется вначале, нам кажется, что мы себя знаем, а потом в какой-то момент мы понимаем, что мы вообще себя не знаем, и что нам нужно начинать все... Ну, я не люблю с нуля, но вот как бы сначала. Для меня парадоксом было то, что я думала, что я иду на уроки актерского мастерства, чтобы кого-то, чего-то из себя изобразить. И понимаешь, что это настолько обнакшисть, я не знаю, как это сказать по-русски, настолько как бы самоуверенно, что сначала нужно узнать себя, и потом на базе этого пытаться что-то там кого-то изобразить. А это, кстати, и принцип всех театральных школ великих. Да? Сначала ты, целый год ты. Мы в Щукинском училище, например, студентов вообще не разрешаем играть другого человека целый год. Целый год каждый день ты играешь себя. В любых ситуациях, вымышленных, придуманных, но себя. А что было бы, если бы со мной произошло так? А что было бы, если бы я, не знаю, порвала платье, не знаю, перед выпускным? Единственное. А что было бы, если бы я забыл выключить тютюк и вспомнил об этом бы в метро? Или в поезде еще лучше, когда вообще не сойдешь? Да? Вот что было бы, вот это интересно. Но это все про себя, про себя, про себя. И вот таким образом от себя мы потихонечку переходим к другому человеку. Потому что, опять же, сто процентов сразу же после того, как ты начинаешь узнавать себя, ты понимаешь, что ты себя не знаешь. Что ты себя что-то не пускает, что-то не проходит туда. И ты начинаешь задумываться, думая, ой, а если я думал, что я знаю себя, а я, оказывается, не знаю себя, тогда, может быть, я и в каких-то вещах какие-то ошибки, может быть, в своей жизни сделал, может быть, еще что-то. И потом, потом, потом только ты начинаешь, думаешь, ага, если я такой, а какой же другой человек? И начинается путь про другого человека. Это очень интересно, это совершенно другой класс. Он называется Build Your Character, да, создание персонажа. Он совершенно другой, иной, но его невозможно, вернее так, его можно начать делать с нуля, бессмысленно. Ты ничего не поймешь. Ты не поймешь глубину, которую можешь оттуда вытащить. То же самое, как... Это, кстати, во всем так. Вот мы занимаемся сейчас скриптоанализом, да, и первый уровень был посвящен просто композиции и драматургии, и второй уровень был, вот сейчас мы закончили, и он посвящен стихам. И ты понимаешь, что, ой, оказывается, ничего до этого, что ты думал, оказывается, не так. Все не такое. Все по-другому. И это очень любопытно. Да, давай зачитаем, да. Это про погружение на свою глубину, дальше глубже, стремивши к своей подлинности с этой глубиной. И вот Ксюша написала, Артем, я с тобой соглашусь только через 5 месяцев и начинаю только подступать к самой себе. Да, я маленький комментарий ставлю. Ксюша – это потрясающий человек, который учится везде, на всех. Вот просто у меня сейчас... Я учу целую неделю. То есть у меня там... Эктинг делится на 3 уровня, да, скриптоанализ делится на 3 уровня и vocal продаж на 3 уровня. Вот Ксюша, по-моему, закончила весь эктинг, да, который только можно было сейчас на 4 уровне. А vocal продакшн и на скрипту сейчас только подгребают. И, то есть, получается, мы большое количество времени провели за 5 месяцев. 5 месяцев мы занимались. И вот только-только-только-только сейчас подгребается. И это интересно. А Ксюша, она профессиональная актриса, либо она для себя занимается? А Ксюша, расскажи-ка. Нет, Ксюша не профессиональная актриса. И я думаю, что, может быть, она и не хочет быть профессиональной актрисой. А вот зачем она пришла, она нам сейчас напишет. Это интересно. Я знаю, я знаю зачем. Я просто не хочу раскрывать тайну. Ну, действительно, вот интересно, а вот без названия имен каких-то... Например, ты видел какие-то, вот знаешь, вот настолько драматические... Я не могу как-то сказать на русском языке... Драстик чейндж. То есть, настолько, как бы, такую перемену вот в человеке... Конечно. ...в отношения, то же самое. Конечно. Ну, и не актеров, и не людей, которые занимаются профессиональностью. Конечно, конечно, да, не актеров. Единственное, что я должен сразу сказать, это не дело одного месяца. Это путь. Это путь, знаешь, и ты, знаешь, вот как бы... Я даже не могу сказать, что человек, вот знаешь, вот так взял, был один, а потом бац и поменялся. Вообще нет. Он каждую неделю приходит... Он каждую неделю приходит чуть-чуть разный. Это как ребенок растет в твоей семье, и ты не замечаешь, только твои родители видят, как вы, родители... Твои друзья видят, как растет твой ребенок. Потому что они видят его там реже. Вот то же самое. У нас есть такая практика, я всегда прошу записывать эффективные видео на курсах. Как раз еще для этого. Да, чтобы потом была возможность людям самим посмотреть свои первые записи. Посмотреть. Многие себя не узнают. Многие себя не узнают. Да, у меня, конечно, ввиду того, что я каждый как бы в течение недели вижу человека, да, и каждую неделю... Особенно люди, которые реально понимают, что они хотят меняться, они как бы начинают заниматься серьезно. Они начинают прям в это вкладываться. Времени, в первую очередь, свои. И я вижу их часто. И, может быть, даже я в какой-то момент сам не замечаю, а потом уже, знаешь, когда проходит какое-то время, ты думаешь, боже мой, вообще другой человек. Вообще другой человек. А это интересно. Это интересно. И, ты знаешь, как бы меньше всего я бы хотел рекламировать какие-то штуку, вот это, да, или как там магазин на диване. Вот, купите актерский класс, и вы получите результат сейчас. Я плохой рекламщик. Я скажу так. Купите актерский класс, вы не получите никакого результата в первый раз. Ну, Артем немножечко, конечно, лукавит. Как бы я не ходила долго на классы, но все равно я заметила разницу. И вот я говорю, что они у тебя настолько разнообразные, и как бы и в плане того, как ты работаешь индивидуально в группе, дуэтом. Либо ты делаешь упор на внимание, либо ты делаешь упор на расслабление. То есть разнообразие вот этих вот как бы заданий, оно настолько широкое, что вот этот спектр, что в любом случае каждому во что-то в слабое место оно попадет. Безусловно. У меня попало, было пару точек, которые мне попало отлично. Я прям вот настолько с собой взяла вот эти вот какие-то маленькие детали, и я вот о них периодически думаю, и там использую. Ну, тут реально работает. Я просто про то, что это не быстрый результат. Это не постричь волосы. Это не прийти с плохими волосами, с плохой стрижкой, и уйти через 40 минут с шикарной стрижкой. Такое может быть. Возможно, да? Хорошему мастеру придешь, и тебя поменяют. Это больше про, наверное, аналогию, если проводить с похудением или тренажерным залом, если ты хочешь набрать мышечную массу или похудеть. За раз ничего не будет, но ничего не будет, и если не будет первого раза. Вот парадокс в этом. Если не начать, ничего не будет. Но если начнешь, в первый раз тоже ничего не будет. Должно пройти время. Ты должен увидеть... Вообще, эта работа с самим собой, она, конечно, подразумевает твою собственную вот эту self-awareness, про что мы вначале говорили, про твое собственное подключение, твое собственное желание замечать, изменяться. За тебя это никто не сделает вот эту работу. Какой бы потрясающий преподаватель ни был, если ты не захочешь меняться, ничего не поменять. Можно ходить, можно, но нужно самому хотеть, нужно самому хотеть. Нужно держать там режим, абсолютно как с диетой. То же самое. Тебе нужно держать питание, тебе нужно заниматься, тебе нужно выделять время, тебе нужно выделять деньги на это, потому что тренеры это дорого стоят. И тогда, может быть, через недели-три ты начнешь замечать маленький результат, недели, может быть, через полтора месяца ты заметишь маленькие изменения, какое-то визуальное, может быть, месяца через три ты только заметишь, как это меняется в твоем теле. Но искусство маленьких шагов. Я вот то, что корпоративным клиентам преподаю, и у меня крупнейшие заказчики, я работаю с крупнейшими компаниями, с Microsoft, и с университетами. Круппоративные клиенты очень интересные. Я как раз вот их на стренинге работаю. А, вот еще MBA, забыл программу MBA, вот это Master of Business Administrative, да, вот эта крупная программа. Учим, как раз, то же самое. Искусство маленьких шагов, потому что это важно. Важно начинать, важно начинать. Даже важно не опускать нос, когда ты не видишь быстрых результатов, потому что быстрые результаты, это такое же быстро... То, что быстро приходит, быстро уходит, а то, что приходит долго, долго уходит, если ты потом этим занимаешься. Да. Какой-то период. Поэтому это такая, знаешь, философия. Именно поэтому, как бы, наверное, я не рекламирую нигде, потому что, как бы, эта история такая, ты должна до нее в прямом смысле дойти. Да, вот если ты сама, если ты сама дошла, если ты сама добилась, если ты сама захотела, тогда будет результат. Да. Не будет работать, если я буду... Ой, давай, приходи, приходи скорее, приходи заниматься. Нет, вообще. Ну да. Ну, так же тебя и находят, вот именно сарафанным радио. Только сарафан, да, только сарафан. Я думаю, что мне даже из Инстаграма никто не приходит, потому что Инстаграм в основном ребята, которые хотят заниматься онлайн, а так в Нью-Йорке, да, сколько? Два года. Потом у нас были группы уже до 25 человек, и я потом в какой-то момент просто начал их ограничивать и сказал, что не, 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 я не хочу 25 человек, я хочу 10 человек, да, которые успеют там записаться, которые будут понимать, что это им нужно, они успевают записываться, они выделяют на это время, у них есть ресурсы, они приходят заниматься, и у меня есть время, на 10 человек уделить время. Ну, кстати, вот парадокс в том, что, по-моему, как-то было человек 15, я не знаю, если не больше, и, в принципе, даже под конец класса такое ощущение полное, что ты минимум с каждым человеком хоть как-то ты знаком, и какое-то ощущение от каждого человека, оно есть, то есть нет людей к концу урока, с которыми ты такой, а ты кто? Это секрет класса, это секрет класса, да. Да, это секрет класса. Нет, слушай, ну, конечно же, остается, конечно же, да, я просто к тому, что не бывает таких мгновенных результатов. Ну, не придешь, ты, если никогда не пел, и ты придешь, выберешь самого дорогого, самого, не знаю, к Майклу Джексона придешь, и, понимаешь, скажешь, вот, ну уж кто-кто, что вот тут человек точно все знает, понимаешь, ну, если ты не пел никогда, ну, ты не запоешь, давай будем честны, да. Потом очень много ребят приходит, которые хотят стать звездой, и это тоже путь странный, да, не потому, что не стать звездой через актерское мастерство, стать. Ну, просто это такой уже, не знаю, левел, наверное, какой-то там уже, после того, как ты все уже, все-все-все-все-все пройдешь, и начнешь уже зарабатывать, и начнешь устроить карьеру, да. Тогда да. Это как помощный эффект получается. Конечно, слава и вообще известность, это чисто как награда за твой труд. Это не может быть, это не может быть самоцелью. Это не может быть самоцелью, потому что, ну, и не сработает, ничего не получится. Нет. Ребята, которые приходят и сразу же говорят, что я здесь, чтобы стать звездой, я говорю, слушай, намного-много интересных способов и более, и дешевых, и менее затратных, и быстрых стать звездой. Более сейчас, да. Вообще не через актинг. Эктинг, это, конечно, такая история актерская. Тут должна быть, ты должен быть творцом, должно все сойтись. Тебе должно, ты должен быть художником, как бы ни хотелось тебе, да, ты должен хотеть творить. Вот это такая штука, в которой как музыканту хочется играть, артисту должно хотеться играть роли. Артисту не должно хотеться сыграть роль ради того, чтобы стать звездой. Да, это хорошая штука, это хороший стимул для того, чтобы развиваться дальше, но это награда, это не самоцель. Может быть, кто-то со мной не согласится, ну, окей. Каждый имеет свое мнение на это. Давай мы все равно, я знаю, что быстрые результаты, они невозможны и так далее, но я хотела вот как-то все равно выудить из тебя какую-то такую маленькую технику, практику, которую ты мог бы дать или, не знаю, или какое-то напутствие, либо что-то, что может помогать обращать внимание. Наверное, больше напутствие какое-то, потому что, опять же, ну, я могу дать упражнение, оно, во-первых, ну, как бы мало чего даст, мало даст какой-то результат, вот, а посоветую прийти, посоветую прийти, да, потому что все-таки... С чем бы ты посоветовал начать? С воскресного класса? Да, я бы посоветовал начать, если вы в Нью-Йорке с воскресного класса, да, а если вы онлайн, то я бы посоветовал прийти на просто базовый курс актерского, такого вот самого начала, который посвящен вниманию, да, и просто поболтать, поговорить про это, потому что, чтобы заниматься собой, нужно себя готовить к этому, нужно подготавливать себя, да, вот есть процесс, да, например, на классе мы занимаемся реваксацией, например, да, это большой-большой период, когда ты себя подготавливаешь, вот, а вот так онлайн, ну, слушай, это тяжело, я даже вот из, Инстаграма, из класса Инстаграма ушел в Zoom, когда вот вел бесплатные классы, только потому, чтобы мне была возможность видеть людей, потому что, если я не вижу людей, я им не могу помочь, я им не могу, я их не могу направить, потому что это такой, задача преподавателя еще быстро вылавливать, сказать, так-так-так-так-так, вот здесь, вот здесь, вот здесь поправить, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот поэтому я так, что из напутствия я просто даже не знаю. Если иметь в виду не актеров. Так, слушай, я вообще не разделяю, я вообще не разделяю актеры-не актеры, потому что, ну, слушай, актеры, они просто, слушай, актеры возьмут эти инструменты и будут использовать их для работы, а не актеры, они возьмут эти инструменты и будут их использовать сегодня же прям внизу, не знаю, на улице, понимаешь? Поэтому это такая штука. Чего я, наверное, как-то мотивировать, не знаю, вот это должно быть ощущение, должно быть ощущение прийти, желание работать с самим собой, развиваться, оно должно прийти, конечно, изнутри, из вас. Я единственное, что хочу пожелать всем, чтобы мы, опять же, не забывали свою какую-то природу, не забывали про то, что нам дано, про органы чувств, да, чтобы мы наслаждались моментом, потому что это очень круто, наслаждаться моментом, наслаждаться своим кофе, который ты пьешь, наслаждаться завтраком, который ты ешь, наслаждаться приятной компанией, в которой ты находишься и иметь на это силы, вот такой экшен, чтобы это создавать. Это хорошее напутствие. Поэтому я вам просто, как бы, каждому, наверное, и себе, каждый раз напоминаю, и тебе, и вообще ребятам всем нашим, только о том, что мы сами создаем себе свой мир, и если нам что-то не нравится, если нам что-то, например, мы с чем-то недовольны, то это лишь спрос нас самих, потому что мы каждую секунду можем создать, мы каждую секунду можем взять в магазине то, что нам хочется, мы можем понюхать то, что нам хочется, взять на вкус то, что нам хочется встретиться с человеком, который нам хочется. И если вы чувствуете, что вы едите не то, пьете не то, чувствуете не те запахи, не встречаетесь с теми людьми, начните тогда встречаться с теми. Это просто идеально. Спасибо тебе большое. У нас остается меньше минут, и я очень-очень хочу сохранить для тех, кто посмотрит записи. Но вот это вот следовать за своим импульсом и как бы наслаждаться просто всем, что есть вокруг тебя, и быть немножко ребенком и играть. Это просто идеально. Пожалуйста, да, всех-всех хочу убедить в том, чтобы вы сошли и посмотрели на страничку Артема, и как минимум воскресные классы, они просто того стоят. Приходите. Спасибо тебе большое за твое время, правда. Спасибо тебе большое, вот. Мне очень было приятно. Давай, все, пока-пока.